В завершение выпуска новости спорта передаю слово Владимиру Толмачеву. Здравствуйте, Алина! С 21 по 24 декабря в Республике Татарстан завершился региональный турнир по быстрым шахматам. Нашу республику представляли шахматисты из Паранги. Всего в соревнованиях приняли участие 107 спортсменов. В командном зачете сборная нашей республики набрала 28 очков, но по дополнительным показателям уступила третье место и стала четвертой. Завершился финальный этап соревнований по танцевальному спорту Кубок сильнейших команд и Кубок сильнейших юниоров. В состав сборной Приволжского федерального округа были вызваны спортсмены из Республики Мариелл Ева Фегина и Сергей Козлов. В общекомандном зачете сборная заняла четвертое место. Спортсмены из Республики Мариелл приняли участие во всероссийских соревнованиях по кикбоксингу. Среди дисциплин были уже традиционные поинт-файтинг, лайт-контакт, фулл-контакт и лоу-кик. В копилке кикбоксеров в нашей Республике одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медаль. Переходим к соревнованиям, которые пройдут уже в новом 2024 году. Уже 3, 4, 5 и 6 января состоится региональный этап всероссийских соревнований по мини-футболу среди общеобразовательных организаций. Игры пройдут в Фоке «Звезда», Фоке «Витязь» и в спортзале Волжска. Начало в 9 часов утра. В спортивной школе номер 29 ждем первенства Мариелл по волейболу среди юношей и девушек. 4, 5, 6 и 7 января. Старт в 9 утра. В Волжске состоится чемпионат Мариелл по лыжным гонкам 4 и 5 января в 11.00. А вот в Казмодемьянске в этот день пройдут республиканские соревнования по всестилевому каратэ. Старт в 10.00 в спортивном комплексе «Капир». Закрывает нашу афишу на неделю Кубок Республики по ловле рыбы на блесну со льда. Поселок Дубовский 6 января. Приходите поддержать своих спортсменов. Вход для зрителей бесплатный. Занимайтесь спортом и будьте здоровы.